Большинство ивановцев уже давно не представляет себе жизнь без высоко скоростного домашнего интернета. Оптоволоконный кабель практически в каждой квартире – результат работы операторов связи. Чтобы жители областного центра имели качественный доступ к всемирной паутине, паутины проводов опутали весь город. Львиная доля оптических сетей в Иванове расположена над землей, на опорах линий электропередач и крышах зданий. Практически все опоры являются муниципальным имуществом. Незначительная часть принадлежит энергетикам. За использование столбов с провайдеров требуют арендную плату. По данным мэрии, около половины всего объема оптоволокна висит на столбах нелегально. Осмотры линии наружного освещения производятся с целью незаконного выявления подвеса волоконно-оптического кабеля на опорах линии наружного освещения. С этой целью в администрации города Иваново создана постоянная действующая комиссия, в состав которой входят представители Ивановского городского комитета по управлению имуществом, представители управления благоустройством и представители акционерного общества Ивановская городская электрическая сеть. В новоиспеченную комиссию вошли шесть человек, половина из мэрии и половина из Ивгор электросети. Несколько раз в месяц комиссия будет отправляться в рейды. Незаконно смонтированные кабели внесут в реестр. Информацию разместят на официальном сайте мэрии. В течение 15 дней провайдер, которому принадлежит тот или иной участок оптоволоконной сети, должен заключить договор аренды с администрацией. В противном случае власти демонтируют кабель самостоятельно. Через каждые 100 метров оптиковолоконный кабель имеет дополнительную маркировку, плюс на всех поворотных опорах тоже имеет дополнительную маркировку. Подача комиссии обязать всех провайдеров заключить договора и, как говорится, осуществлять свои услуги на законных основаниях. Аренда одной опоры в месяц 456 рублей в год около 5,5 тысяч. С учетом того, сколько всего столбов использует провайдер и сколько провайдеров в городе, набегает кругленькая сумма. Более 25 миллионов рублей ежегодно, в буквальном смысле из воздуха. А вот другая математика. Стоимость установки одной 11-метровой опоры горэлектросети около 12 тысяч рублей вместе с опорой. Столбы ТТУшников дороже вдвое. Но вот незадача. Земли, пригодной для установки опор в городе вдоль улиц, практически нет. И провайдеры вынуждены арендовать столбы у города. Высокая стоимость аренды, опор линий электропередач тормозит приход современных услуг связи в частный сектор. Клиентов там немного, а сети строить приходится протяженностью нескольких километров, задействуя не один десяток опор. Поэтому приход современных услуг связи на наши многочисленные санаторные, сосневские, баленские и линии сдерживается с экономической точки зрения оказывать услуги интернета в частном секторе за 450 рублей, при этом арендовать две-три опоры по 450 рублей за штуку. Ну, просто нерентабельно. А перекладывать это время на абонентов тоже неправильно. Неоднократно на совещаниях в городской администрации обсуждалось введение дифференцированных тарифов. Дороже для магистральных улиц в центре города, дешевле в частном секторе. При этом обеспечение доступа населения к госуслугам через интернет является приоритетной государственной задачей. Объективно, на сегодняшний день мэрия, как собственник муниципальных опор, занимает монопольное положение на рынке и использует это, устанавливая цену за подвес одного кабеля в 456 рублей, в то время как стоимость аренды всей опоры с учетом ее стоимости и периода амортизации не превышает 200 рублей в месяц, причем на всех операторов связи. Это подтверждалось также выводами независимой экспертной оценки. Вот сколько вы сейчас платите за услуги связи? Что у вас дома есть? У меня есть интернет 700 рублей и телефон, потому сколько наговорю. То есть за телефон сколько в среднем вы платите в месяц? Ну, у меня где-то 200 рублей. 200 рублей за телефон. А если эта сумма у вас возрастет раз в пять, то есть до тысячи, вы продолжите пользоваться домашним телефоном? Продолжу, потому что интернет зависит от телефона. А если интернет будет стоить тоже в пять раз дороже, чем сейчас? Значит, нет. То есть, получается, вы откажетесь от всех этих? Да, да. Если бы эта сумма выросла в пять, допустим, раз? Ой, нет, вы что. Получается, вы бы отказались? Конечно. Ну, то есть максимальная сумма, которую вы готовы платить за телефон и интернет, то сколько? Ну, я бы, конечно, хотела бы и поменьше бы, пенсии маленькие, так что бы поменьше бы, ну, в половину бы даже. То есть 350 рублей вы бы хотели платить? Представители комиссии подчеркивают, что основная задача не обрубить как можно больше проводов, оставив ивановцев без интернета, а вывести недобросовестных провайдеров из теневого сектора. По данным специалистов, почти половина операторов связи на сегодняшний день не имеет соответствующих контрактов с мэрией. Кардинально изменить ситуацию и обязать платить за пользование муниципальным имуществом комиссия планирует в течение полугода. Впрочем, с такими расценками на аренду бетонных столбов вряд ли согласятся даже добросовестные поставщики интернет-услуг. Максим Серебряков, Денис Денисов, Антон Осипов, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.